Доска почёта это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах всё от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почёта, телефон 555-525. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Зуевском районе на поле тракторист наехал на водителя посевного погрузчика. В итоге мужчина погиб на месте, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Все подробности в рубрике «Сводка». Водитель посевного загрузчика погиб под колесами трактора. Трагедия произошла в Зуевском районе в вечернее время на поле во время посевных работ. Оператор трактора «Нью Холланд» совершил наезд на водителя посевного загрузчика. В итоге от полученных травм мужчина скончался на месте. Как выяснилось, эти работы проводились по указанию руководства племзавода «Соколовка». По версии следствия, должностное лицо предприятия обязано было проконтролировать ход посевной и соблюдение техники безопасности водителями. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выясняются обстоятельства происшествия. Ленинский районный суд вынес приговор 21-летней Валентине Поповой за покупку наркотиков в особо крупном размере. В суде установлено, что в декабре прошлого года девушка договорилась в интернете, а потом приобрела через тайник у жилого дома на улице Красина синтетическое наркотическое вещество весом около двух граммов. Однако употребить его она не успела. Она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. При досмотре карманов ее одежды было обнаружено изъятое наркотическое средство. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района города Кирова. Признал девушку виновной. С учетом тяжести преступления, совокупности смягчающих обстоятельств, в совершении преступления впервые суд назначил Валентине Поповой наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. В Кировской области разыскивают 37-летнего Андрея Жигалова. 11 июня мужчина сбежал из стационара у Нинской центральной районной больницы. По приметам, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, голова лысая. Был одет в черную ветровку с белым воротником, камуфляжные брюки, черные кроссовки, синюю футболку и кепку-бейсболку. Если у вас есть какая-либо информация об этом мужчине, сообщите по телефону на экране. В Котельниче поймали женщину-браконьера. Сотрудники транспортной полиции в ходе рейда на реке Вятке задержали женщину, которая рыбачила сетью на моторной лодке. Злоумышленница нанесла ущерб на общую сумму около 8 тысяч рублей. Установлено, что она уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы. Возбуждено уголовное дело. Рыбачке грозит реальный тюремный срок – до двух лет. Алина Котрихова, Место происшествия.